итак значит продолжаем специальный мануальный массаж да и мы пришли к рукам руки будем делать ну во первых открыли зону до которую нам надо сейчас мы будем с двух сторон работать желательно чтобы челюсть человека нам не мешало поэтому повернуть голову противную сторону потому что начнем мы вот с этого положения пошел с этого положения потом вот с этого положения будем поддерживать руку да потом у нас будет положение 3 это вот такое положение положение 4 это вот так руку положим давайте самого начала значит как мы помним сегменты мы делим обратно последовательность его центра 1 2 3 но это был 4 масло добавляем столько сколько надо сразу на всю поверхность растираем сразу сразу все продольно поперечно снизу вверх идем то есть от конечности к центру к сердцу и начинаем разделять по по пучкам вот перила зона до передний пучок отдельного взяли прямо так и растет туда глубоко к грудной мышцы он залазил туда второй пучок взяли растерли и задний пучок взяли растет дополнительно по кругу мышцам вот туда вот туда вниз кровь теперь поперек это все растерли все сразу мышцы до поджимали все целиком и разминаем по одной изменяли поперек взяли в длину технология практически то же самое что мы делали помните с икроножной мышцей шеи вот этому делали до трапеции мы это уже делали и в длину то есть размяли конкретную мышцу да и в длину если у человека есть какой-то там проблема боль да мы ищем ее где вот мышцы тянется например тут нашли и ищем куда она сформирована мышцы дома как как страна будет натянута где она крепится примерно вот продавляем здесь точку продавливаем здесь точку релизингом вытягиваем ее сюда сюда поперек до подигонали чтобы понимали что это не весь пучок мы берем до передней или средней а именно конкретно жилку вот она там будет натянута вот мы взяли вытягиваем вытягиваем и разогреваем на срыв да тут через боль соответственно можно например руку поднять вот так вот чтобы нам удобно было размять вот эту часть да или есть у столов такие знаете уши цепляются так вставляются да на них положили или взяли свою руку положили на свою руку так в этом положении нас корпус отдыхает даже можно свои мышцы вот задние по бедру по растягивать вот тягиваем свои мышцы а в этот момент обрабатываем его ты не сторону руки все вокруг локтя двух сторон доходим плавно пальчиками спереди и сзади где-то там будут нервы так поигрывать попадем сухожилия вот где крепится к локтю растягиваем особенно у те кто работает руками монотонно например у теннисистов да знаете такие забитые локти они даже не расправляются полностью да вот поэтому потому что мы растягиваем вытягиваем для таких людей и весь трицепс уходим вперед разворачиваем момент руку да и теперь скручиваем все вместе на весу пока потом по диагонали отдельно предплечье от плеча вот стану в эту сторону в эту сторону в эту сторону прикручиваем так и вот так поставили руку вот так вот болевой прием ну если только не делаем это болевой прием на самом деле мы вот прожимаем точки между пальцами 1 . 2 . и . при этом спустили лимфу вниз до если рука загибается человек когда-то придерживаем и животному как раз первую точку прожали задний пучок размахировали дельты вторую точку прожали средний пучок дельты вот он растягиваем руку до 3 пучок 3 . подавили передний пучок дельта вот она растягивать сейчас хорошо вместе с мало грудной мышцами вытягивается расслабили человека не развернули так особо не так лежал до а вот расслаблено заслужить бог и условно разделиться рука на внутреннюю часть и внешнюю часть начиная разминаем вторую зона да пока работаем это значит бицепс в длину его размяли и протрясли его туда 30 разминаем елк соответственно в длину пучки может и протрясли теперь с этой стороны то есть у нас наша рабочая зона всегда напротив центра дань тянь и здесь тоже в центре перешли и здесь разминаем тут мышцы маленькие да поэтому практически пальчиками получается пальчиковая такая работа но помню что мышцы на сгибе не заканчиваются они идут дальше да значит мы находим до сюда и дальше вот тоже растягиваем и теперь скручивание взяли и плотно крутили до сюда туда-сюда туда-сюда переходим к ладони здесь у нас идут сухожилия которых можно проиграться тогда пальчики видите начинают сгибаться половить такой сухожилия которая за конкретный палец отвечает подходим к запястью растерли вот так эти сухожилия и дальше мы ставим одну руку на ладонь кулаком примат этими костяшками до впереди перпендикулярно ладони движемся а этим пальцем продолжаем перспендикулярно своей своей руке двигаться вот двойное движение такое получается далее костяшками пальцев раз двинули ладонь расплющили в стороны и поставили куриную лапку помните она у нас все пальцы сходили стороны он сначала вместе в сторону здесь нас получается четыре пальца между пальцами него а это на сухожилиях вот получается одновременно такое движение во все стороны достаточно приятно необычное ощущение развернулись и смазали маслом пальцы можно их дополнительно размять разминаем кнопку вытягивали и разминаем вот костяшками пальцев своих вот в этой плоскости и перпендикулярно в этой плоскости вот по очереди но я сразу по два пальца беру что время терять до в этой плоскости в этой плоскости в этой плоскости в этой плоскости достаточно так силой сильно это все делаем плотно прижав теперь вставили руку вот так на единиц между центральным пальцем вторую руку так мизинцы между центральными пальцами и раскрыла данного себя раз получилось вот одна раскрыли хоп и здесь у нас вот натянулись сухожилия сгибающие пальцы до между ними по ним так все подробно проходим также тут акупунктурные точки можно пронажимать ну для начала хаотично по центру . толстого кишечника в нее так сила-сила надавливаем прижимаем не болит значит что-то здорово кишечник растерли два вот этих бугра тэнер гиппо тэнер или хиромантии называется бугор венеры бугор марса размяли запястье и теперь переходим к запястью взяли плотно для вас так вот и вот так вот сжимаем угла пальцами сжимаем она как бы пружинит так вытягивается даже может видно да как мы растягиваются тыльную сторону запястья размере и вот момент держим за руку а здесь за косточки поворачиваем ладонь вот так друг от друга сначала поворачиваем вот под таким углом потом под углом вот под таким почти 90 градусов теперь в обратную сторону под прямую смысле параллельно делаем угол и вот так и опять же здесь три точки раз два три продавили вот стран тоже так раз два три продавили так считаете что все размято теперь можем вот такой приемчик сделать завернули пальцы сюда заложили и повернули чуть в бок вот положили и чуть в бок до чтобы мы попали на косточку знаете если руку и раз оставили косточку на место если мы заводили в первый раз руку это движение должен вот такой вот хлесткая рукопады вместо пальцы подлавливают и и вверх подпалкивают это мы делали с этой стороны теперь через один палец ставим сюда и повороте в другую сторону вот раскачали и хрустит и не надо теперь сами пальцы вот они полусогнуты да мы делаем захват вот такой здесь получается вот это верхнюю фалангу да потом вот эту фалангу и среднюю а этот третий палец вот это фалангу три фалангу захватили да и мы их берут сюда-сюда здесь нас может по одной фланге не хватает да вот быстро так раз раз вы чувствуете это можно по одной фланге потом по вытягивали пальцы полусогнутыми согнули да и дергаем услышите как хрустят большой палец это отдельная история у на одну фаланга меньше чем у этих до 2 всего заворачиваем под 90 градусов держим вот эту фалангу а за дистальную флангу дергаем получилось да теперь вот эту фалангу вот туда вставляем дату значит держим нижнюю флангу вот эту на нее теперь вот эта фаланга на палец немножко с подворотом вот сюда то есть фалангу на лучевую кость да и с небольшим до воротом вот в бок шатали и хруст у нас не сама цель поэтому не ждем прямо чтобы она хрустнула мы завершаем берем пальцы вытягиваем длину их вместе с рукой видите тянем 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 а второго поколу подлавливать на расслабление это картину ли расслабили теперь кладем руку и поработаем с лимфой плотно придавили ладонь выкачивая когда из насосов всю кровушку и лимфу саму лад руку прижимаем к столу плотно и вот таким способом ведем введем медленно лимфа течет медленно мы это помню до подмышечной впадины и туда ныряем раз нырнули и рука уже стоит руком здесь вот подвижнули и кулаком идем вот так медленно доходим сюда еще раз нужно вылилок друг друга и запястье теперь даем давно распущен руку распущены завершение пошлёпали простучали и повесили вот так руку освобождая запястье лохать раскрутили в него в сторону головы в сторону головы вращения вот задали да и теперь плечо тоже это скучно чтобы одновременно ведь одновременно там и там крутится после этого под углом 40 градусов натянули если с двумя руками работа мы можем приподнять подержим стол голову голову напустила немножко можно даже если было примерно другую сторону опереться в мышц подергать пробуй просто стороны не жаляй упирайся потому что упирайся вот у нас мануальный массаж сразу растяжение с декомпрессией и возвращаем руку в исходное положение все ребята мы молодцы мы все проделали правильно а если вы не с нами то зря теряете время быстрее подписывайтесь бежите к нам продолжаем тренировку приходите а а а а и а а